Любители Москвы, вы смотрите передачу «Промышленность Подмосковья», которая выходит по пятницам. Ну и вот в предыдущие две передачи я рассказывал о промышленности города Орехово-Зуево и двух еще крупных городов Орехово-Зуевского района, а именно городов Куровское и, соответственно, Ликино-Дулёво. Ну и сегодня мы завершаем Орехово-Зуевский район и, соответственно, сегодня о других предприятиях, которые еще находятся на территории Орехово-Зуевского района. Надо сказать, что вообще район этот, он в отличие от большинства других районов Подмосковья, он вообще-то, в принципе, раньше был и промышленным, потому что мы прибегли к тому, что промышленность, она, как правило, сконцентрирована в городах, ну это и понятно. А здесь, вот в Орехово-Зуевском районе, ну потому что это все-таки восток Подмосковья, традиционный промышленный такой центр, конечно, в Московской области, здесь промышленность, она была развита не только в городах, но и даже в некоторых селах. Ну, к сожалению, в настоящее время, увы, промышленный потенциал района далеко не тот, который был в советское время, ну и даже, в общем-то, и в 90-е, отчасти в 2000-е годы, ну, в частности, например, закрылись предприятия Ткацкие во Всюнино, Ткацкий комбинат закрылся в Дрезне, крупнейший хлопчат-бумажный тоже комбинат, собственно говоря, градообразующее предприятие города Дрезна, ну и, по сути, единственное предприятие города Дрезна, вот, которая тоже довольно успешно работала, тоже закрылась, значит, допустим, в других, во многих, вот, в Кабанове, допустим, довольно крупное, ну, это не город, это село, но тут закрылось сразу два предприятия, это Птицефабрика и Молокозавод, тоже довольно крупные были предприятия, к сожалению, закрылись. Ну, и, в общем-то, и в других некоторых местах, в Катеричах, кстати, пластмассовый завод был, тоже вот закрылся, ну, в общем, увы, не везде удалось сохранить промышленность, и в городах, и в селах, в то же время, ну, что-то не искать, что прям все плохо-плохо, и несколько предприятий в Орехово-Зуевском районе я бы хотел отметить, ну, помимо, конечно, тех, которые уже говорили, а именно в городах Орехово-Зуево, Куровское и Ликино-Дулево. И одно предприятие довольно крупное, машиностроительный завод Тонар, он находится в селе Губино, вот село Губино, недалеко от города Ликино-Дулево, вот оно, и здесь находится завод Тонар, значит, машиностроительный завод, который занимается выпуском разных прицепов, вот они всякие полуприцепы, самосвальные полуприцепы и так далее, то есть тут очень много, видите, большая такая прицепа всякие разные бункеры, вон, перегрузки для зерна, картофелевозы, тракторные прицепы, птицевозы, ну, в общем, очень много вот этого всякого оборудования, которое вот занимает техника Тонар. На реках, все мы видели, конечно же, эти прицепы, которые клесят по дорогам не только Москвы и Московской области, но и всей нашей страны, ну и, конечно, далеко не все делаются здесь на Тонаре, но, в общем, в Губино делается довольно много. В общем, предприятие такого полного цикла и занимается машиностроительным предприятием. Следующее предприятие находится, значит, здесь, в Орехово-Зуевском районе, это село Новое. И здесь село Новое, сейчас это вот находится, оно, вот оно, село Новое, то есть между Ликино-Дулево и Куровской, между двумя городами, село Новое. И здесь работает Новинский завод металлоконструкций, это уже, в общем-то, довольно крупное предприятие. Вот Новинский завод металлоконструкций, который производится аж целые животноводческие комплексы, фермы, то есть вот такие вот огромные, где вот там животные, там, соответственно, содержат, они там питаются, их там кормят, доят. Ну, в общем, такая большая вот комплекс, большой, целый животноводческий комплекс, действительно, из металлоконструкций они состоят, да? Вот, ну и не только, да, то есть тут, видите, и зернохранилища, автомойки, автосалоны, всякие спорткомплексы и стадионы, киоски, торговые павильоны, легкие металлоконструкции, резервуары всякие, допустим, силосы, вон какие, да? Вот, это же все делается из металлоконструкций, в том числе, да, из металла, а эти конструкции изготовляют как раз здесь, на вот этом вот Новинском заводе металлоконструкции, НЗМК называется, вот, село Новое. Далее идем дальше, и сразу два предприятия находятся в селе Давыдово. Вот оно, Давыдово, оно примыкает к городу Куровское, прям буквально на границе находится, вот, село Давыдово. И здесь работают сразу два предприятия. Насколько я раньше вообще работало три предприятия, даже три, представляете, три предприятия на одно село. Ну, село, конечно, большое, но, представляете, три предприятия. Бывает, что даже в городах не всегда три предприятия работают, а тут в селе сразу сто предприятий. Но, насколько я понял, Мишлен все-таки сейчас уже не работает. Это предприятие знаменитое по выпуску автомобильных шин, покрышек, да, автомобильных, ну, все, конечно, знаете, автопокрышки Michelin, это мировая марка, в том числе и Формуле-1 участвует и так далее. Ну и вот одно из предприятий находилось как раз в Давыдове. Ну, как я понимаю, оно закрыто, ну, в большей степени, конечно, по политическим, так сказать, моментам. Ну, в общем, я не знаю, честно говоря, не могу сказать всех тонкостей, почему оно закрылось, но сколько я знаю, здесь оно не работает. Но зато точно знаю, что работают два предприятия. Это Акватон и Тегила. Значит, Акватон, это вот, это предприятие Акватон. Ну, оно пишется по-английски, да, такое тоже мировое предприятие, с 2000 года существует и занимается производством мебель для ванных комнат, преимущественно, да. И, значит, в общем-то, ну, предприятие тоже, кстати, довольно-таки новое. Ну, и, в общем, здесь, видите, 100 километров от Москвы, город Орехово-Зуево. Но это не город Орехово-Зуево, это все-таки село Давыдово, ну, Орехово-Зуевский район. Но, в общем, более-менее понятно. Ну, тут просто для простоты решили, так сказать, вот. Ну, и тут можно посмотреть, да, всякие коллекции, вот, пожалуйста, разные марки для ванных комнат, да, всякие такие вот интерьеры. Вот, пожалуйста, тут все Марбл, там Марти, и так далее, Оэльс. Ну, это названия, да, разных ванных комплексов, да, там кухонная мебель, да. Вот, а это такие, ну, не мебель даже, а такие, как бы, ванные интерьеры ванных комнат, да, то есть, всякие аксессуары, которые, вот, соответственно, применяются в ванных. Там умывальники разные, так сказать, сушилки, унитазы, ну, в ванных тоже бывает. Ну, и так далее, да. Да, зеркала всякие там, да, держатели, ну, и так далее. То есть, много всякого разного, что вот употребляют, всякие полочки какие-то, да, тоже вот ванные такие, мебель тоже применяется, особенно у кого большие ванные комнаты. Вот, и тут, в общем, все это производится. Ну, есть каталог, можно, в принципе, посмотреть, да, то есть, тут тумба для ванных под раковину. Ну, он ставится, опять же, не все могут поставить, не у всех, потому что такие и позволяют. Ну, кто может, там, да, то есть, такие тумбы тоже производят. Душевые кабины, вот тут, видите, под раковину, шкафы, всякие комоды, ну, в общем, много всего, да. Душевые поддоны, душевые ограждения, мойки, смесители, сами раковины, зеркала. Ну, я уже говорил, да, об этом тумба, уже повторяюсь. То есть, это все вот производится как раз в том числе и на этой вот компании Акватум. Ну, и компания, следующая в этом же селе Давыдова, называется Тегала. Тегала, ну, тоже по-английски пишется. И занимается она выпуском, вот, видите, разных черепицы, скатная кровля, гидроплоская кровля, мембраны для дорожек, ленты и так далее. То есть, это все связано со строительством, да, вот крыш, кроет вот крыш из этих вот материалов, из черепицы, из мягкой кровли, то есть, всякие другие материалы, которые вот тоже в домах, вот, то есть, гидроизоляция, профилированные мембраны, допустим, да, вот видите, тоже, которые нужны, бывает, да, из разных материалов, защита, тоже при возведении всяких, так сказать, конструкций, да, разных домов, там, сооружений, гидротехнических и так далее. То есть, это все тоже вот промышленный пол, вот, гидро, пожалуйста, допустим, для производства цехов, например, да, с мембранами. Вот, и вот всякие эти покрытия, да, и материалы, они производятся, в том числе, вот, на этом предприятии Тегола, как раз вот здесь вот, в Давыдове. Ну, и еще бы я отметил последнее предприятие, такое достаточно крупное, оно находится в деревне Соболево. Вот оно, Соболево, на границе района, вот, и здесь находится Соболевский завод средств пожаротушения, причем интересно, что, вот, Соболевский завод, производство и монтаж аэрозольных систем пожаротушения. Причем, что интересно, работает он, кстати, с 2003 года, и работает он на территории бывшего совхоза, был Соболевский совхоз, вот, ну, как и многие другие, и, к сожалению, он, тоже его разорили в 90-е годы, ну, или сам разорился, я уж там вся история не знаю, ну, и вот, на его территории, на часть территории создали вот этот вот Соболевский завод, вот, разных средств пожаротушения. Ну, и тут вот, видите, всякие там, которые мы прекрасно себя знаем, вот эти баллончики там, да, пенистые, которые потом применяются при тушении пожаров, вот, офис находится в Москве, на восьмой улице тексильщиках, соответственно, в районе тексильщики, ну, а производство, да, вот, видите, Орехово-Зуевский район, деревня Соболева, вот, ну, и тут вот можно посмотреть оборудование, всякие генераторы, автономные оборудования, да, так, например, вот такие вот, допустим, да, генераторы, огнетушающего аэрозоля, который используется в качестве средства при философии, в состоянии пожароопасных ситуаций, вот, ну, то есть, типа датчиков, наверное, да, сопутствующие оборудования. Тут, что это, дополнительные оборудования, чтобы сработали огнетушащие аэрозоли, тоже специально-то по такому вот устройству, да, вот, видите, написано, Соболевский завод, НПО, Соболевский завод, ну, вот, видите, как это поставлено дежурство и так далее, ну, и здесь другие средства пожаротушения, ну, вот, видите, огнетушители Порошковы, все, конечно, знают, все мы, конечно, видели такие огнетушители, вот, они в том числе производятся здесь, на вот этом Соболевском заводе. Ну, вот, такие предприятия находятся в Орехово-Зуевском районе, помимо трех городов, о которых я уже рассказывал в предыдущих передачах, ну, понятное дело, что этим заводом все не исчерпывается, наверняка, может быть, что-то я упустил, какие-то небольшие мелкие предприятия работают еще, если кто-то может что-то добавить, то, пожалуйста, естественно, я не претендую, как всегда, на исчерпывающую информацию. До новых встреч!